Всем привет, друзья! Сегодня наши выпуски Фантонка в исполнении от Артизи. Всем приятного просмотра. Обязательно досматривайте до конца. Интересная каточка будет у нас. Да, это будет Артизи. Сразу зацените его билд. Четыре ветки Блэйдстоун Тангусы без топора. Вот так вот закупается просто статы. 700 хп на ловкаче у него. Линия с пугной против. ДП и Течиса, скорее всего. Или ДП в Эрке, пока непонятно. ДП, скорее всего, 3. Эмбер мид, Пл фармит. Сейчас увидим пятерку и четверку. Не самая приятная линия, конечно. Течка. Течка много урон наносит. Новый течка — это головная боль. Настоящая. Но посмотрим. Артур выкрутится обязательно. То есть Артур великолепно фармит. Это его особенное свойство. Так что будем смотреть, как это. Камбэкать в этой линии. Пока вроде нормально будут стоять на первых пачках точно. Вот как только ДП появится, вот войку сихон уже будет тяжело. Перепуганно вард вкачала. Просто заныкал там. И с руки накликивай. И пошли сразу размениваться. Доска есть его сразу закорили на такие действия. И как эффективно получилось. Много ресурсов выбивает с ДП-шки. Плазку-плазку точно выбили. Вообще, у Пугли такая дальность атаки большая, что просто под бетон накликивает, но подставил. Немножко подогрели его. Ну, Артур, все пока хорошо. Агрессивно решил играть. Он себя обувь вином взял в куре. Интересно. Хотят убить на втором уровне сразу. Они могут убить. Пока у ДП-сифона нету. Просто стоят, тычкаются, Пугна, огромные затычки и течис еще больше. Как говорят, это подставилось. О, просто подставил. Плазки не было у Течиса, поэтому... Просто погибает тут ДП-шка. Очень хорошо получилось. Это фастка Ройжин для Артизи. Просто Коройжио сейчас купит. И стать бы намного тяжелее. Очень важный момент. Они на Фитиль не дождались второй уровень. Теперь у Артура все очень-очень хорошо. Вообще идеально. 10 на 5. Крепстат на 2-й минуте. То есть он почти всех крипово добил. А ДП все еще пьяно, так она сейчас снова умрет. Офигеть, как же они хорошо бы снова болели. Да, она снова умела. И даггер. А, Текстик был. Хорошо. Я не хочется представлять, какое настроение ДП сейчас, если честно. Но он сам виноват. Не дождался вторым. Не хватало одного крипа до второго уровня. Текстик запулил. Но это вообще не имеет значения, потому что все, они выиграли эту линию. Супер хорошо. Он еще большого крипа зафармил. Большой крип это как... Ну, точнее, большой нейтрал, это как два обычных крипа. И можно открыть на творчестве, посмотреть, сколько сейчас у артуры денег и охренеть. У него 2000 уже. 2000, да. Я хочу немножко проспойлерить. Эта игра не будет простой. Поэтому... Да, начало хорошее, но не все так легко в этой игре будет. Поэтому... Внимательно смотрим. В Телегу еще подписываетесь? В Телегу обязательно нужно подписаться. Ссылочка, кстати, на Телегу у нас нигде не указана. Но если вы ведете в поиске в Телеграме Dota Podcast, то вы увидите наш каналчик. Вот. Ссылочку мы не указываем, потому что что-то... Алгоритмы Ютуба триггерятся на Телеграм. Вот. И награждают монетами желтыми. И еще один килл будет, да? Для Артезича. Жесть какая-то происходит, если честно. Невероятно. Активный старт. 4 килла уже. Да. Ну и хочется воспользоваться моментом и сказать, чтобы вы подписались на... Нашу и группу в Винтакте. Ссылка на нее есть в описании к этому ролику. Залетайте обязательно. Народ, вы же знаете, как я люблю стоять на меду. Мой навык помог не превратить мое хобби в работу. А знаете, где еще может помочь ваш скил? На сайте EpicVoot. Ведь там появился временный бесплатный для всех режим Mid Battle. Просто вводи кайлом за СФ и получи скины, кейсы и даже арканы. Попытки можно фармить раз в час абсолютно бесплатно. Также они выпустили свой собственный мв-пропуск с топовыми наградами. Пройди все 60 квестов и получи ДК-хук или плечи на СФ на выбор. А за каждый 15-й выполненный квест ты получишь случайную аркану. Вообще этот БП стоит 800 рублей, но по специальной ссылке, которую я оставил в закрепленном комментарии, вы получите его бесплатно. Ну что же, это старт, конечно, очень хороший у Вар Турчика. Прям шикарный. Оба еще и фласками обмазывают прям четенько все. Идеальный старт. Я ради объективности должен сказать, что если он купил себе топор, то есть ничего бы не поменялось. Им бы и так, скорее всего, выиграли были, делали не ветках. Но его затор очень прикольно. Надо будет тоже поиграть, так затестить. Тут же Вар ставится, нападение на ДП, снова погибает. Тут может быть сообщение как-нибудь помочь не может. И мы видим, что все 3 тысячи на четвертой минуте. Это вообще жесть. Теперь увижу, настолько огромный творче. У меня 5 скиллов, все крипы. Ему кларетку принесли, фласку принесли. Вот, собственно, докупается топор, значит, БФ будет. Против ПЛ-чика. Хотел он жить, но нет. Пойдут давить, там скилл, и фраг достается в итоге пугня. Ну ничего, у фантомки есть кольцо. По хп не будет проседать. Сатар генится. Вот по поводу ДТП, все, что вы должны знать, как стоять против нее, на фантомке общего на любом герое, что до второго сифона вы можете спокойно убивать. Сифон левелл двойку уже очень тяжело героя пробить. А когда они нападали, у нее был первый сифон, видимо, и она вообще ничего не могла сделать. Тангус себе еще прикупил. Ну, деньги есть, почему бы не взять. Что вообще по игре? Сказал, что нам тяжелое будет. Что проблем достает. Т-чест, небось, еще будет взрывать. Тут очень много магии у врагов, если так подумать, что до БКБ-шки тяжело играть. Хватает дамеджа. Просто 6-0. Какой ранг у ДТП? 700. Ну ладно. Он, наверное, в таком тильте просто жесть. Представь, как он не хочет эту игру играть. Он думает, ну все, блин. Ну а кто виноват? Он как будто не чувствует героя. Такой момент есть, что... Они вот, знаешь, первый раз ошиблись, все. После этого должны стать настолько терпильным. Ждать экспу, чтобы она опнула себе третий уровень. Течис вообще никак помочь не может. Ну, стан у него нету, ничего нету. Хотя, казалось бы, у них линия сильная. ДП течис. Третий уровень, просто куча магии. ДП непробиваемая. Видишь, как получилось. Просто лучше сыграли. А тут уже, тут уже тиль пошел. Еще и пришел крипа, не добьешься. Как же ему не хочется жить. Ну, бежал. Ну, Артур вообще не подпускает. То есть, даже близко к крипам ты не можешь подойти. Есть вариант, кстати, пойти вот налево, в кусты. И через лес сесть там, просто нюхать экспу. Хоть что-то. Потому что ДП лес не фармит. Она может только стоять на линии. С получением уровня. И принести себе еще Чин Мэл. Чтобы фантомку не бывало. Потому что у него очень много. У него шестой уровень на 6.30. И просто сейчас ПТ прилетит. То есть, он будет соло убивать ДП. Четыретысячен торса. Ты просто охренеть можно, если честно. Четыре, четыре сто у него. Там рун еще подобрали. Это вот некоторые керрии на 10 минуте 4000 имеют. И говорят еще, ну, неплохо в целом постоял, нормально. Сейчас пойду в лесочек, там фармить дальше. У него сейчас на торс такой. Ну и бэрчик классический. Там дело в том, что ИПЛ тоже неплохо себя достаточно чувствует на линии. Киллы у него есть. Да, у него один пилл. По билдам, кстати, мы должны быстренько пробежать. Сейчас есть... Ну, как всегда, на самом деле на фантомку уже давно не меняется билд. Ты либо покупаешь себе бфбкб, потом делаешь дезоль и сатаники, что-то еще. Либо ты берешь себе билд на драчку, дезоль бкб, и идешь, собственно, убиваешь всех, забираешь Рошана, играешь активно. Очень редко берут себе манту, но берут, да, там, хоть и в темпларке, чтобы расфокус какой-то дать. Когда бкб не хочется очень покупать, делают себе манту. Но дезоль это самый крутой предмет, вообще в целом на фантомку, потому что это самый дешевый дэмэдж. И там куча. Еще дезоль апнули зачем-то. Непонятно зачем. Теперь дезоль может дать тебе 75 к урону за 3500. Собирается очень удобно. Всегда дезоль был крутым, так вы еще и еще сделали еще круче. Круно выкопал. Идешь, посчитали слабым. Видимо, артефакт бросового усиления. Ну, это очень приятно для фантомки еще, потому что она коррожен берет. А коррожен с дезольным стакается. Там получается с дезолья минус семерек. Нет, там 6 же. 6 и еще 3, короче, минус 9 армора. Представь быть саппортом против фантомки. Невозможно играть вообще. Насколько все-таки в лоду упростили? Помнишь раньше всякие орб эффекты? То с одним нельзя собирать, не работает. Столько сложностей было раньше. Сильно, конечно, упростили с тех времен. Пытаются привлечь новых игроков. А люди же до сих пор говорят, что... Ну, даже лолеры сами говорят, что лол в плане сложности намного проще. Может быть, разработчики тоже так немножко упростить игру? Чтобы она была не только для киброспортсменов, которые сидят за каждого крипа. Там... Ну, для обычных ребят, которые не собираются становиться в прошнике, на то, чтобы отыграть и расслабиться. В доту нельзя расслабиться. Ты в доту заходишь, ты... Вообще не вариант, да. Просто вдумайся вообще в смысл, да? Игры нужны для того, чтобы... Чтобы отвлечься, расслабиться, погибнуть, покайфовать. А люди заходят, еще более уставшие выходят из игры. Норм-тема. Но все дело в рейтинге. Может быть, если они придумают какой-нибудь режим игры, в который будут получаться какие-то награды за победу, но это не будет ММР, то есть что-то вот другое. И тогда, возможно... Награды ты имеешь в виду... Не знаю. Суперки, а что-то? Да, что-то вот, что-то. Какие-то поощрения, может быть, в доте, не знаю. Вот что-то новое им нужно придумать, чтобы... Если они уж хотят, чтобы... Не потели так сильно в доту, и она не была настолько киберспортивной, то нужно придумать какие-то, наверное, простые режимы. Потому что о-пик есть, да, круто, но а смысл в него играть? Если ты играешь, и ты ничего не получаешь за то, что ты играешь в этот режим. Ну, были раньше сундуки. Это был какой-то приятный бонус. Да, почему-то, почему. Вот шмотки бы, к примеру, какие-то давали определенный, там, придумать целый ряд новых шмотов именно только для этого режима, к примеру. Мне кажется, просто вот тех же сундуков... Вот я бы лично играл бы больше, если вы давали сундуки с каким-то шансом, как раньше. Ну, просто вот сундучок, да, и тебе. Все, я буду это сейчас. Ну, да, было прикольно. Слушай, я Арканы выпадали людям. На самом деле... Куда это сиделось? Да и какая плюс мораль для человека, особенно для новичка. Ну, вот тут было шмотки, ты смотришь, а на раз, там, не знаю, 50-100 рублей хотя бы стоит, особенно для школьников. Да, конечно. Вообще было круто. Все, остаюсь. Нужно было не то, чтобы убирать, нужно было, наоборот, усиливать выпады вещей и делать их более крутыми, потому что там много шлака выпадало от всякого. Это, мне кажется, бы очень сильно мотивировало людей. И по поводу режимов ты сказал тоже, вот сейчас не играют никакие режимы, кроме all-пика, а сингл-драфт вообще, вот... Сингл-драфт читается тюрьмой. Ну, тоже объективно тюрьма для... Никто не играет сингл-драфт, допустим, просто так. Ты получил пэта, играешь сингл-драфт? Единственный вариант. Ну да, да. То есть я слышал, что китайцы, но это правда, это не слух, то они играют рейтинг рандом-драфт. Это когда там 30 персонажей, то есть не все доступны 30 только, из этих 30 выбирают ребята, героев. То есть они как себе пул расширяют, плюс это интереснее. Вот так вот, чтобы у всех так было, надо. Чтобы режимы другие пользовались популярностью и не только all-pik. Кастомки, кстати, немножко доту разбавили, но кастомок недостаточно пока же. То есть на кастомки разрабы забивают. Вот там недавно были протесты какие-то, что там с серваками, и создатели кастомок буяни отвергают, что, ребят, почините, все уже задолбал. Но Valve не чинят. И всякие в одно время блюж сильно прям были на хэппи кастомки. Сейчас вообще они не слуха, не слуха. Я все еще играю в Куджуарс. Так что мне норм. Такие кастомки ксена. Но я вообще сыграю. Нет, нет, иногда. Так что единственное, наверное, что осталось. Развлекать себя только как-то. Ну и всякие мелочи, типа, помнишь, что-то одно время, я не помню, но времен то было, или компет это какой-то. Тогда пауза в игре ставилась, там можно было мипарей нажимать на них. Да, 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 было. Помню, игры были во время паузы. А почему их убрали, кстати, это больше прикольно было. Да, конечно, это было офигенно. Смысл тебя сидеть просто смотреть на плашку паузы, когда ты в этот момент можешь играть, к примеру. Такие викторинки. Да, викторинки мне не очень нравились, но кто-то играл в них. И там какие-то очки за это давали. Тоже, может, все эти очки и какие-то сундуки можно взять. Ну, короче, я думаю, главное, что есть куда расти, много чего можно придумать, но главное желание, чтобы появилось. Да, делитесь и вашими мыслями в комментариях. Вот, а мы вернемся к игре. Все утихомирилось, счет 13-12. И уже все не... Да, все не так уж и хорошо, потому что PL уже обогнал фантомку и на первой строчке находится по новой творцу. А казалось бы, да? Такой старт вроде бы уже все. И смотреть не было. Очень мало начал фармить. Он вышел, получается, с линии там под 5 тысяч, 5 с чем-то. И за это время нафармил всего лишь 2 тысячи золота. Фарма стало мало. Но БФ при этом все равно хороший по таймингу, просто PL суперогромный стал. Там, видимо, у чувака... А у него диффуз, яши и тысяча сверху, на 14 минуте это очень много. Ну, посмотрим. Будет борьба двух коров больших. Фантомка с БФ спокойно может PL одолеть. В принципе, по проблемным героям тут нету никакого проблемного для ПП для фантомочек. Главное по отворцу не оставай, потому что на высоком отворце, конечно, фантомка мало что сможет PL предъявить. Поэтому нужно фармить. Не знаю, так только Артур делает или нет, но на 10-ом талант. Я чаще видел левый на 2 секунды перезарядки даггера. Артурчик берет в себе длительность фантом-страйка. Собственно, с этим талантом мы быстрее фармим, потому что фантом-страйк дает кучу такспида. Там уже промакшены, сцепь это такспида, порцельный, на который упрыгаем. Теперь длительность у него на 1 секунду больше. По раскачке, ну, мы не успели поговорить на линии про это. Как видим, у него даггер в тройку. То есть некоторые расстреляются в даггер в 2, некоторые берут в 3. Чисто на линию спелл. Потом потихонечку все керри смещаются в лес, и, естественно, нужен фантом-страйк, чтобы быстро фармить. По поводу блюра. С помощью блюра скипываются пальчики на линиях. У вас не видно. В радиусе 600, если появляется вражеский герой, то вы спалитесь. Но, кстати, у блюра есть такое свойство важное, помимо... Сейчас по его может быть убит, если... Тебе артур не пугал его. Вот, по-другому. Артур напал, по итогу чуть нет кис. Там очень много было. Там молнии уже. И что-то подамажил прилично. Вот, по поводу блюра. Там есть задержка небольшая. То есть если... Следом с вами будет прогулять вражеский герой в радиусе 600. У вас будет 0,5 секунд, чтобы среагировать и, допустим, нажать ПТБ. У вас не будет видно эти 0,5 секунд. И, кстати говоря, а как там даззл афк уже стоит? Что он там делает вообще в топе? Пытается вышку дать. Ему в идеале сейчас нужно идти и пытаться ревелить самоки какие-то, если они пойдут. Потому что Эмбер сейчас хочет давить. У ДП сейчас ульта появится, они будут очень сильные. Пойдут максимально не давать фармить. На жестком прям таймере артизе находится. Ему срочно нужно ДПБ себе нафармить. Он вообще не сможет без битвы подраться. Как плохо. А для него давят постоянно. Там потихоньку уже и Эмбер Пент Ворсо загоняет. Эмбер Пент Ворсо уже забирают УДП. Ульта сейчас будет. Еще в общем пространство мало становится. Что от случится будет нам показывать. Я когда думаю про фантомку и про то, как передвигаться по маке на этом герой, сейчас вспомню, как играл Миракл. На март-рэдке. Он очень грамотно блюз чувствовал. То есть, в принципе, вы можете потренироваться с этой способностью. Зайти в лобби. Есть команда специальная. Дота-ранж-дисплей. Вы вводите Дота-ранж-дисплей 600. Можно погуглить. И пытаетесь как бы привыкнуть к тому, какая рейнджа. Это вам очень сильно поможет, когда вы будете вот такие тяжелые игры играть. И вам придется скипать крипов на линиях. Потому что Миракл, он убивает крипов. Отходит там в сторону куда-то. И вот буквально рядом проходит герой. И не замечает его. То есть, это прям на супер-скилле. По поводу Аганима, кстати говоря. Аганим тоже бафает эту способность. Там задержка перед применением становится 0. То есть, моментально уходите в блюр. И задержка перед тем, как вас спалят, становится не 0.5, а 0.75. То есть, на обычный язык русский, да, если вас вдруг убьет что-то неведомое, вот вы на саппорте бежите, и вы тут же умерли. И даже не понимаете от чего. То знаете, что это фантом-класс убило. Либо скрита с даггера, либо успел нажать фантом-страйк и дать тычку скрита, и все. В откисле она даже не было видно. Ну да, он с инвизида, получается, с этого с блюра может успеть пару тычек дать с руки. Поэтому саппорты страдают. Две тычки. Две тычки, плюс он даггер кидает. Даггер с огромным рейнджей кастуется. Там чуть менее в два раза больше, чем у рейнджа флюра. Вот, соответственно, можно легко откиснуть. По талантам, по талантам. Интересно, что будет брать Артур, потому что тут мнение расходится у всех. В целом нет какой-то ветки, которую берут, потому что некоторые на 20-м, как вы знаете, на 20-м есть самый сильный талант, который все оверхайфили всегда. Это миссы дополнительные. Тут все, ой, смотрите, у фантомки там 8% миссов. Но некоторые игроки иногда не берут себе этот талант, потому что видят, что, допустим, вражеский кур уже фармит МКБ, готовится. Или фармит уже сильвер. То есть ты просто берешь себе правый на 20% куру на атаке, плюс 20%. И со своими миссами остаешься. Из самых крутых предметов, как вы понимаете, это сильвер. Все это знают, все покупают сильвер против фантомки. И МКБ. МКБ стопроцентный мисс, стопроцентно попадание уже не дает. Дочери шишки не осталось предметов, которые полностью контрят уклонения. С тех пор фантомка стал, кстати, намного сильнее. Но еще рапира раньше было. Да. Некоторые делали себе билды сатани, рапира против фантомки. И с кайфом играли. Это было сильно. Сейчас так ты уже не сделаешь. Приходится выкручиваться. Ты покупаешь МКБ, и все равно не факт, что ты убьешь фантомку. Потому что... Сколько у МКБ там? 70? Да, по-моему, 70. Плюс ПЛ-чик, такой герой, не особо любит МКБ-ку собирать. Но здесь, судя по всему, придется купить ему. Он там вроде в Тарасочку пошел, да? Да, он сейчас Тараску пока что собирает. Да, скорее всего, после. После того, как Тараску возьмет МКБ. Может, Сервер прикупит себе, кстати говоря. Тоже. Север чуть-чуть покруче. Потому что он включает две пассивки сразу. То есть фантомка становится крипом на 4 секунды. У тебя не работает. Кабдегрейс, и не работает. Ты вообще ничего не можешь. Но при этом у тебя есть всего лишь 4 секунды. Кажет должен фантомку заберстить. Все, влить не максимально быстро. Иначе она раскумарится и убьет тебя. Нижнюю башню сил света атакуют. Шарт все поставил. Шарт это дешевый дэмэдж. Обычно шарт берут в себе против силовиков каких-то. Или тех, кому нужно включить пассивку. Там откладывается истощение на 3 секунды. С новой способностью. И при этом наносит 16% от максимального здоровья. Любой герой-силовик, который куча хп, получит очень много дэмэджа. И все это добро стоит всего лишь 1400. Да? Окупаешь себе быстро и получаешь много дэмэджа. А, и пожадничал. Ладно, я не пошел. Окей. Думал, сейчас заберут. Шарик. Вообще можно сейчас бороться с ними. Тут шарт хороший против ДП. Потому что если ДП не добить, она с сифонами выхилится. Они быстро на нее нападут. Шардом может быть получится ее убить. Так, какой талант мой взял? Он взял себе 250 дальности фантом страйк. Теперь у них такой мини-встроенный блинк на огромное расстояние. Вампирин все не берет. И поставил себя гоним, кстати. Не просто так мы рассказывали про гоним. Верхнюю башню силу. Посмотрим на реализацию. А, еще важно, когда мы сделали этому герою. Да, там важно еще, что Блюр без КД. Естественно, потому что КД Блюр останется 10 секунд, а длительность 25. Ты всегда находишься в... О, вот только что он показал, как Блюр не спадает. Успел две тупички дать по ДПшке, если открыты кнопку прокруты сразу. А что у него была фашистская героя? Ну тут... Или они... Нескан вроде не юзак. Что в топе там кто-то был. Да, был в топе башню. Поэтому он не знает. Но он уже здесь. Так. Какая сужи. Ай, на нем бессилие висит. Белла еще Айгис не вытянулся. Надо валить. Вот. Блюр есть. А, что такое? Разрегрел смог и на развороте просто. Убивает ВР-сутер. На блинг, на блинг, на блинг. Придется БТБ, походу проживать. Уйя-нюков, хорошо, что-то получилось. Красиво. Они могут и Белла сейчас. Должны. МБФчик работает. А, вот там Айгис еще есть. Хорошо. Все, давай. Ну, тут просто уходить. Там крипов. Там был крипов сначала зафармить. На самом деле, Артур мог крипов зафармить. Там ДП-шка шла. У нее Юл есть. Ну, это я бы зафармил. Я просто. Просто умер бы. Ну, вроде видел. Она по варду проходила. ДП-шка там у них вард стоит. Нормально. В общем, очень хорошо получилось. Они Айгис выбили, убили всех. Артур, по сути, я их в соусе. Он убил ВР-ку. Потом убил. Началось от того, что он напал на ДП-шку. На ДП-шку убил ее. Потом ВР-ку. Ничего себе. Лог. Все, каким было. Засадился. Я бы офигел. Он, кстати, мог играть под ней. Ботный течис и встают на меня. Ну, вообще, враги должны знать, что БКБ все еще кулдаун. Это мало осталось. Просто уйти отсюда. Тут, кстати, Артур взял себе дефолтный талант левой на уклонение. Именно потому, что ПЛ, который не любит покупать себе МКБшки, вот это вот все. Ранние вообще. Так что будет очень много весов. Артурчик. Когда гоним и 1500 золота остается в боте за руба. Просто не хватает дэмэджа на ДП. А Весел у них, кстати, в команде не будет, потому что ЦК Весел не покупает. Лина... Кто у них в мидер вообще? Лина же? Да, Лина тоже не покупает Весел. У Дазла нет денег, а Пугни просто плевать. А против ДП Весел это одна из самых крутых шмоток. Потому что... Работает на хил, ну, снижает хил ее. Опа, хорошо. Для врагов. ПЛчик тут. Там столько полосок здоровья у него, что страшно смотреть на ПЛ. Там сколько? Почти... 3500 хп. Мне кажется, он будет делать себе Сильвер. Ага, он Сильвер делает, да. МКБ решил не брать. Ну окей. Я думаю, МКБ вот по привычке покупают. Да, потому что, ну, вот... Можно убить Фантомка, но как же это бесит то, что... Пул попаданий нету. Да, раньше было 100%. Сколько у него сейчас мисок? У него 85% мисок сейчас. МКБ дает 80% попаданий. То есть... Попозже. Файт будет сейчас. После этого рассмотрим. Такой-то заперся с ПЛ, но им просто не хватает. Да, мы же вот тут... спалил настоящего на самом деле добить то есть очень плохо получилось но вообще там был живет выгинялся уже тут эмбра валика китайцев до эмбра на фиде что там с эмбром происходит страна так погибает каждый раз как будто он не эмбра а герои которого нет эскейпа какого времена то очень быстро заканчивается не артур и подарили аганим сейчас будет вообще здорово фиг его найдешь мы прогоним не забыли сказать что если ты убиваешь герой вражеского таблю сбрасывается постоянно жимать убил какого-то саппортика 3 часа снова в блюде попробую найти вот по поводу миссов есть в принципе простая формула как понять сколько сколько миссов будет фантом ты купил 7кб должен найти 70 процентов от миссов фантомки да вот у него сейчас 85 процентов миссов ты находишь 70 точнее 8 процентов миссов находишь 80 процентов от этого числа и вычитаешь вот и получается значение то есть сколько там будет ну где-то процентов 25 вот так вот у него будет миссов после покупки мкб все равно прикинь в важном файте должен нанести последнюю тычку ты миссуешь и не хватает урона вот прям нужно что-то на дэмэж еще покупать и если почта заберстил блин это конечно им отглопнику мы забрали да и возможно я бы пришлось бай байкаться чтобы просто не отдавать и теперь они вынуждены убегать до отсюда из-за того что не получилось заберстить угно уже в таверне хочет подраться да он он там он то безопасности он бюре а вот свечники нет их их видно будет из того стоит но он также стоит спереди палит если что вдруг они смоке пойдут там кстати говоря рашан сак вилкой повезло и башер себе фармит башер 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 там если пл гений он купит все потом бабочку какую-то и будет очень тяжело всем вынудит в бкп нажимает а и он не успел пожать это тоже прожимает хорошо там гост уже есть печица просто понимаешь что делать нечего и улетает на базу хотели быстро заберешься но там криты не прокнули плюс дп спела среагировать пока бы нажала по поводу предметов тут просьба который нужно покупать против фантомки это вот собственно гост и ул очень хороший гост и волы вообще все что не дает бить фантомки это хорошо вообще вообще может нулик надо было ему купить потому что там гост 5 часа и ул у пашки подожди угна потай сасывания почему решили подраться и хотели заберся там был так близко опять урона не хватает ему нужен дэма что ты мне не хватает вот этого чтобы щелкнуть кого-то по-быстрому он до сначала не понял он один дамаж сейчас ночного то что против иные пуганы они хрен зайдут вообще без вариантов такие два героя против них заходить очень сложно артур тебя служит видишь он просто рапира все поставил ну нулик мне кажется вот был бы таким не рапира конечно это круто всегда рапира это всегда экшен но если вот так вот более безопасный вариант это нулик чтобы герой не за июлял себя в гост не ушел плюс там дэмэш есть вот самые с его выводы и улы гост на просто опять же вас рапира я прыгнет ну гост если чел успеет среагировать поражать понятно что расчет на то что этот взрывной blink с инвиза два удара и расчет на эти два удара как раз таки но посмотрим он кстати если покупает спиропиру реально да то скорее всего арту возьмется на 25 левый талант тоже мы не договорили там 50 на 50 многие шанс берут у тебя становится в половину больше шанс сейчас у тебя 15 процентов шанс критической атаки а будет насколько 22 или три даггера тремя даггерами очень удобно на хг сидеть ты просто сидишь с помешать ими даггерами какой-нибудь залетит встречи со и все анатичным запиркой будет очень здорово но драпир кище очень много денег книжку он тоже хочет собрать пяти полгинс вордеров ну вообще он по времени по моему не успевает да ну ему нужно уже сейчас прям брапира ему еще много фармить ну хотя конечно могут может ли на все таки спуганная потянуть как то время максимально актера фарма сход подожди ты делал арту же а его что мне было можно заблочен там нас интернета минута кто влочит тут как черт его знаю это майя они забрали рошана враги тут никого просто физически не могло находиться и тут нету спота сейчас посмотрим врагами а нет нет него нету не заплачен то есть тут кто-то закачал эмбру может какой-то или т час сумасшедший офигеть я думал артур просто в шоке был от осознание того что тут нет спота на этой минуте противники нарушения план они дают ему фармить собственно реализация ага ним и в принципе блюра он идет критским хоть один крип прошел но не убьют и уходит на тройку сейчас очень важно следить за тем что делает артур потому что в обычно паблике это не делают это очень важно набивает пачки на миду и забирает тройку с теста если вы играете против фантомки вы тоже должны это знать и примерно понимать 9 сейчас на тройке сидит но на карте никого не видит сейчас попробовать наверно по быстрому пачку сверить и свалить отсюда хотел на миду но они все отошли видишь и страшно стало скорее всего не поняли и уже идут его искать и артур потихоньку отсюда сваливает но дима вальди отсюда пл показался на линии они скорее всего все у него за спиной но тут все такая что может туда пойти и пытаться его поймать допустим дп с еулом такой кто может поездить либо артуру придется пока вы тратить потратить бкб улетит тогда они сразу побегут на хг он тонко без бкб это в принципе совсем другой герой тут еще и пить магический много контроля ты час один может своими минками поднастрать серьезно и артура остается 1400 до рапира там ребята уже на хле заходят дпс не успевай давай еще пачка нужно дадут сторону они кстати конечно но чем еще придется продавать вот такой же ва-банг ол-инк как говорится в общем но многие уже на этой стадии конечно не к физически счет луз давайте падать бараки это байбекается они сейчас 335 против аегиса и уже без бараков артура 300 золото дарапира они на вторую сторону идут верхнюю башню сил света атакуют давай артурчик хороши продашь нет пошел пачку еще одну за фармить все хватает у него кура уже была в залавке и они втроем что будет будет минус две стороны кажется начин молимся на криты взялся три даггера об хорошо по инфоте вот это красиво 2 200 3 не плохо ни один крит не сок так и переделать 2700 ультра киилл подождите дайте рампагу пацану как говорится просто вот это контент просто купил в рапирую всех убил просто не зря ждали вот самое обидное когда вы ждете в такой момент он прыгает и просто ловит какой-то странный выбирает с рапирой и понимаешь как он денег вообще получил он почти 3000 мы просто посмотрим сейчас 3100 голды 15700 урона 15700 урона вот это переворот они наверно сейчас площадь они настолько охренели две раз того что произошло я просто их убил всех пришел то есть они враги 15 секунд назад люто побеждали сейчас они проигрывают потому что падает сторона потолки к сатаник появился после файта и он еще им сторону сейчас несет это просто немыслимо исчезну конечно с черенов вы пойду походу нет нет не пошли на тройку и вот сейчас фантомка с приобретением сатаника уже очень сильные стола а не мог по-прежнему и попытаться убить но тут должен вдруг включится дазл на доверие дазл давай крест все другу пытаются забер сеть у них не получится и он что не катер гениться тут же упала что есть не усилия да у него силер мкб нету мне кажется тут еще морально составляющейся должна поддавить их но не тоже занимаюсь а хреново что дазл обычно ты хочешь чтобы пятерка стояла впереди и смог ревелила а даже он не может этого делать на зону оборудован спине стоять пусть пугно идет вот сейчас бы сейчас бы башнир еще до 1 фармит себе и такая машина будет любить на него еще мы на шторм вешают кто это опыта и чувствовать то есть дальше мина 10 штук крит а игры ты но он все потратил бром мой в той части дирам погубил на период за всю игру выпали сейчас у него много грел должно выпустить все достучали все за случайно сейчас надо даггером кидаться ни одно питание вот сейчас лучше не ничего нет ради не подходите сейчас крик будет просто с первого удара не подходите со второго ладно почти угодно и сейчас будут сто процентов потому что должны должны деньги уже есть но при этом он в бэксею не покоит пока башер у него к дислата еще нету это придется скипать как целом да ну уже не особо ты и нужно встречи с там огромная пачка еще идет вот там на у них на базе столько хрибок много напали а за руку убил иллюзии на полное брак в пике победа лдер выжил просто на охота а последний барака не добьет у него когда она били мега 40 но преимущество почему-то такое небольшое пока что 8000 мы кстати сейчас помеши не помню каком видосе это было но мы обсуждали был там с палец а нашли по его не стал доппель нажать да ладно давай один удар выходит есть форс хорош а почему мисс прокнул красиво там прокнул мисс по нему а у него туника у него туника из-за туники выжил охренеть из-за того что . 1 не прошла не хватило дэмэдж как раз таки на эту одну тычку он начал разводить иллюзиями его еще форснули и он в итоге выжил а он кстати говоря был без байбека могли сейчас игру закончить повезло забыл чё говорил мы чтобы что-то обсуждали давно а про мегасов помнишь то что враги кукат ну врагов если мегасы то они не теряют по фармам все равно потому что ты линейных крипов вообще не трогаешь да 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 им твои мегас убивают линейных крипов и к ним приходит очень много на базу они фармят на твой на твой сейчас чтобы сравнить сейчас было 6000 преимущество буквально минут назад 8000 было и то есть по деньгам разницы вообще никакой не будет что в идеале рошана подождать аеги сдать фантомки и все закончить но артур идет к ним на базов видим хочет дротик какой-то закинуть кому-то вообще там 5 секунд дорожа на линар турчик но надо рисковать но вообще да так можно из руинит хорошо выбирать а то внезапно пыл сейчас возьмет нам погу сделать 1 1 1 выбьет то будет очень тяжело потому что все только-то капнул себе 25 получается но вот недавно у него теперь когда допили там 6 секунды быть постоянно с память и он может это будет криты по три тысячи летают аршан просадут за секунду упал левый раз и вечер взял как говоря но это не все смотки не еще выбили может выпасть пента но артур не ждет уже очень быстренько закончить трудно данных запускать поэтому ребят быстренько идем в трон просто смог плюс блюр ты ему любой не вижу мой снег с какой рейнджи ревелиться тысячи хорошо он стал и весь блюр не спал вроде покажите хоть кого-нибудь там ребята стоят прям под фонтаном не уходит но правильно делают его отставить на двор дефы выгод и подходит должен погибать снял сантричок артур просто как рейдбосс ходит тут самое важное чтобы команда не убила чтобы дазл выжил чтобы лина не подставилась его очень тяжело пробить потому что у него присоединить и сам к египсу и сатаники позаду джо так по нападению да нет пропустой развелся канунту но это пофиг приду а не очень грамотно стоят на самом деле до враги 3 может быть тяжело пушиться крит то где шкарты то не работают сломались надо чтобы он 30 до попали там руки птп слышится мр пошел и пугни неприятного добьет у меня добил ты очень по троим брыгнул хочу так хорошо вот отребил ты чуть погибай дпр кожа открываешь саверну кал живой и броши там давить я очень большая уже эмбер именант кинул и умер от двор доходу и 4 станет нажал станет на новом и спать и лица пробить по морозе успевает дал ну что еще дуропагу что ли сделать пытается вроде как часал даже шпайс ну-ка дпшку у нее нет ста ракером флагом просто я стоить и заканчивает вот вам и рапир когда посмотрим час на финальную статистику просто соло нормально артизи по flexo нанесен урон 66000 хорошо топ-7 на момент записи имеет ранг артизи спасибо всем за просмотр пишите комментарии всем пока